Шестой класс, 36 серия. Решение задачи. Задача первая. Напишите наибольшее пятизначное число, делящееся на 12, чтобы первая цифра была 4, и все цифры были бы различными. Так, первая цифра пятизначного числа 4. Число должно быть как можно больше. И все цифры должны быть различные. Давайте на втором месте запишем цифру 9, затем 8 в порядке убывания. И все цифры различные. Так, давайте попробуем здесь записать 7. Так, осталось найти последнюю цифру. 12 – это 3 умножить на 4. То есть должен одновременно выполняться признак делимости и на 3, и на 4. Признак делимости на 4. Две последние цифры числа образуют двузначное число, делящееся на 4. На 4 делится 72 и 76. Надо проверить вот эти две цифры так, чтобы сумма цифр пятизначного числа делилась на 3. Так вот, 6 не подходит, а 2 подходит. Если записать 2, то вот это пятизначное число будет делиться и на 4. 72 делится на 4. И на 3. Сумма цифр этого числа делится на 3. Итак, ответ 49 872. Задача вторая. Найдите цифры пятизначного числа, если известно, что это число делится на 450. Итак, известны первые три цифры пятизначного числа. Надо найти две последние. Число должно делиться на 450. 450 – это 5 умножить на 9 умножить на 10. То есть последняя цифра – 0. Если вот это пятизначное число разделить на 10, то есть отбросить 0, получится четырехзначное. И это четырехзначное должно делиться и на 5, и на 9. То есть предпоследняя цифра или 0, или 5. И сумма цифр числа должна делиться на 9. 2 плюс 3 плюс 4 – 9. Значит, пятерка не подходит, подходит только 0. Ответ 23 400. Задача третья. К числу 78 припишите справа и слева по одной цифре, чтобы полученное четырехзначное число делилось на 60 и было бы меньше, чем 6000. Итак, если к числу 78 справа и слева приписать по одной цифре, то получится четырехзначное число. И оно должно делиться на 60. 60 можно представить в виде произведения. 2 на 3 на 10. Значит, последняя цифра – 0. Если это четырехзначное число разделить на 10, получится трехзначное, и это трехзначное должно делиться на 6. Здесь четная цифра, значит, будет делиться на 2. Сумма цифр числа должна делиться на 3. Должен выполняться признак делимости на 3. И число должно быть меньше, чем 6000. То есть шестерку записать нельзя. А вот тройка подходит. Итак, ответ 3780. Задача четвертая. Найдите число, 1 одиннадцатое которого равна 3 седьмым от 42. Сначала надо найти 3 седьмых от 42. 1 седьмая – это 6. 3 седьмых – это в три раза больше. 6 надо умножить на 3. 18. 18 – это 1 одиннадцатая часть. Значит, 18 надо умножить на 11. Ответ – 198. Задача пятая. В школе учится меньше, чем 100 учеников. За тест 1 шестая учеников получили пятерки, 1 вторая четверки, 1 одиннадцатая тройки, а остальные двойки. Сколько учеников получили двойки? Так, число учеников меньше, чем 100. И это число делится и на 6, и на 2, и на 11. Надо найти наименьшее общекратное этих чисел. Обратите внимание, что 6 делится на 2. Значит, наименьшее общекратное 6 умножить на 11. 66. И это число меньше, чем 100. Значит, в школе 66 учеников. Одна шестая часть от 66 – это 11. 11 учеников получили пятерки. Значит, из 66 надо вычесть 11, которые получили пятерки. Половина – 33 – получили четверки. И 1 одиннадцатая часть, а это 6, получили тройки. Остальные получили двойки. Значение этого выражения – 16. Так, 16 учеников получили двойки. Одна шестая часть от 76. Продолжение следует... ... ... ... Продолжение следует...